Здравствуйте, дорогие! Я слушаю книгу Патра Стендраль. Это, наверное, интересная книга, захватывающая. И иду по делам, чтобы времени не терять. Знаете ли вы, по крайней мере, моего будущего преемника? Может быть, им будет генерал Конти? Или вы сами? Расси помертвел. Он слишком мало вращался в утонченном обществе, чтобы уловить, насколько серьезно говорил с ним граф. Он бормотал какие-то бессвязные слова. Граф с удовольствием заметил его смущение. Вдруг Расси пришел в себя и со странной развязностью сказал, «Давайте, граф, говорить без обиняков. Что вы мне дадите, если я отвечу вам на все ваши вопросы прямо открыто, как на исповеди? Крест святого Павла или деньги?» «Я предпочитаю крест, поскольку он причислит меня к благородному званию». «Как, любезный, вы еще придаете какое-то значение вашему жалкому аристократическому званию?» «Нет, но будь я дворянином, со свойственным ему цинизмом сказал Расси, родственники людей, которых я повесил, могли бы меня только ненавидеть, но не презирать». «Отлично. Я вас спасу от презрения, а вы меня излечите от моего невидения». «Итак, что вы думаете сделать с Фабрицием?» «По правде говоря, государь сам затрудняется. Он боится, что, увлекшись прекрасными глазами, которые и его самого задели, вы оставите все ломбардские дела, в которых вы для него единственная опора». «Скажу больше», – прибавил Расси, понизив голос, – «что тут для вас представляется превосходная оказия. Государь готов пожаловать вам прекрасные земли стоимостью в 600 тысяч франков или же денежные вознаграждения в 300 тысяч, если бы вы только согласились не вмешиваться в судьбу Фабриция». «Я рассчитывал на большее», – сказал граф. «Но не вмешиваться в дела Фабриция – это значит поссориться с герцогиней». «Вот именно на это государь и рассчитывает. Говоря откровенно, он очень восстановлен против герцогини. Кроме того, он опасается, что, вновь оставшись вдовцом, вы предложите руку его кузине, герцогине Изотте, которой всего лишь лет под пятьдесят». «Он угадал», – воскликнул граф. «Наш властелин поистине умнейший человек». Графу никогда и в голову не приходила дикая мысль жениться на этой старой принцессе. Он стал вертеть свою табакирку на маленьком мраморном столике, стоявшем подле его кресла. Расси осмелел. «Пожалуйста, граф», – воскликнул он, – «лучшего посредника для всех этих дел вы не найдете». «Я повторяю, государь ненавидит герцогиню, и минутами, мне кажется, что он от меня скрывает еще какое-то тайное обстоятельство. Но если он разгневан на герцогиню, то он все же считает, как, между прочим, и все мы, что вы – единственный человек, способный довести до конца все его тайны и поползновения относительно Милана. Если позволите повторить буквально слова государя, конечно-конечно, я буду вам очень признателен. Удостойте меня грамоты на потомственное дворянство, независимо от креста. И я буду более чем удовлетворителен». «Когда я говорю о дворянстве государю, он мне отвечает – такому негодяю, как ты, дать дворянство? Да после этого нам пришлось бы закрыть нашу лавочку. Ни одна душа в парме не пожелает больше состоять в этом сословии». Что же касается миланских дел, то государь сказал мне три дня назад – «Один только этот плут способен удержать нити всех наших интриг. И если я прогоню его, или он уедет за герцогиней, то мне придется распрощаться с надеждой сделаться главой всей Италии». Граф облегченно вздохнул. «Фабриций не погибнет», – подумал он. За всю свою жизнь Расси не мог добиться интимного разговора с первым министром. Он был в восторге. Наконец-то, быть может, ему удастся сбросить это проклятое имя – Расси, сделавшееся в стране синонимом всякой подлости и низости. «У меня есть имение», – сказал он графу, – «предвигая к нему свой стул, который называется Рива. Я хотел бы быть бароном Рива». «Почему бы и нет», – сказал министр. «Итак, граф, я позволю себе маленькую нескромность. Вы претендуете на руку принцессы Зотты, и я не скрою от вас, что государь думает об этом браке с ужасом. Достигнув такого родства, вы были бы застрахованы от всякой немилости государя. Если вы доверите это дело ловкому ходатаю, то можно поручиться за успех». Этот разговор между графом Моска и Расси продолжался около двух часов, и мы не станем утруждать читателя всеми его подробностями. Расси вышел от графа опьяненный счастьем, а граф убедился, что надежды спасти Фабриция не потеряны. Граф поспешил к герцогине, чтобы дать ей отчет о своем разговоре с фискалом Расси, но не был допущен к ней. Он вернулся в свой дворец и с грустью стал бродить по картинной галереи. Через сетер часа он получил следующую записку. «Мой добрый, дорогой друг, так как мы теперь не более как друзья, то вы не должны приходить ко мне чаще, чем три раза в неделю. Эти визиты придется впоследствии сократить до двух раз в месяц. Если вы хотите мне доставить удовольствие, то постарайтесь огласить повсюду наш разрыв. Советую вам даже избрать себе новую подругу. Что касается меня, то я намерен много выезжать в свет и всячески развлекаться. Мне удастся, быть может, найти умного человека, который заставит меня забыть о моих несчастьях. Верьте, что в качестве друга вы будете занимать первое место в моем сердце, но я не хочу, чтобы люди говорили, что все мои поступки диктуются вашей мудростью. А главное, я хочу убедить их, что потеряло всякое на вас влияние. Словом, милый граф, вы должны понять, что навсегда останетесь самым дорогим моим другом, но ничем иным. Все между нами кончено. Верьте, окнижение насломил он графа. Он написал очень изысканное письмо принцу с просьбой об увольнении его от всех должностей и послал это письмо герцогине. Ну что ж, еще обучаясь закончилась. Счастья, удачи, любви, успехов встретимся в следующем ролике. Это осенний мухляр. Удачи! Удачи!